Семенной завод «Хаммер» готов к работе в условиях импортозамещения. В эти дни на предприятии кипит работа по производству семян кукурузы. Завод готовится к отправке очередных крупных партий заказов в российские регионы. Качество продукции завода «Хаммер» оценила и Мадина Каракетова. У Ларисы Самойленка, заведующей лабораторией семенного завода «Хаммер», ни одной свободной минуты заказов на семена кукурузы много, особенно в нынешних условиях. Необходимо успеть выполнить их качественно и в срок. Ларису Самойленка мы застали за работой над одним из важнейших показателей качества кукурузных семян – влажности. Влажность необходима для формирования партии, для размещения, для того, чтобы знать, до какой влажности нам сушить, сколько у сушка должна быть, при посеве влажность определенная должна быть. И мы соблюдаем все эти нормы ГОСТовские. Еще один важный момент при взращивании качественных семян – проверка показателей энергии, прорастания и всхождения. Специалист довольна. У гибридов всех фракций отличные показатели. Импортные семена и вообще продукция, я бы сказала, что она не лучше. Работаем с другими институтами. Они сейчас разрабатывают много очень сортов с разным фау. Фау – это период созревания. Это, естественно, для разных районов, потому что в каждом районе с определенным фау сеется в зависимости от температуры, от погодных условий, от земли. В общем, от многих факторов зависит. Необходимость импортозамещения не испугала предприятия. Здесь готовы производить семена в любом количестве и при любых условиях, говорит директор завода Руслан Смакуев. Мы уже работаем больше пяти лет в этой области. Производим семена кукурузы, озимой пшеницы, ячменя. В этом году, в связи со сложившейся внешней ситуацией, возможно, мы рассматриваем возможности и планируем производство также сахарной свеклы семян. По объему производства у нас только по кукурузе около 10 тысяч тонн семян в год. То есть, чтобы вы понимали, этим объемом можно засеять 450 тысяч гектаров земли пассивных площадей. Также огромное количество озимой пшеницы. Это потенциал нашего завода. Но его тоже можно расширять. В России всего высеивается около 3 миллионов гектаров кукурузы. Карачево-Черкесия может обеспечить семенами одну шестую всей этой площади. С первых дней работы семенной завод «Хаммер» сотрудничает с надежными партнерами. Наши семена, в основном, несколько гибридов. Они делятся на сербское происхождение. То есть, у нас долгосрочный договор с сербской компанией, лидером в Сербии. Также у нас есть договора с компанией ССК «Кукуруза». Это Пятигорск, это научно-исследовательский институт. То есть, гибриды «Машок». Они тоже очень хорошие гибриды. Поэтому мы делаем несколько гибридов в связи с этими компаниями. То есть, по договорам. И реализуем уже несколько лет с момента начала производства и «Машук», и «Сербские семена». В этом цеху очищают, калибруют и фасуют пассивные единицы. Так здесь называют мешки с семенами для последующей отправки агропроизводителям кукурузы. Оборудование у нас самое современное, поэтому работаем без сбоев. Гордо рассказывает начальник производства Олег Удовенко, проводя экскурсию по цехам. «Наше предприятие производит полный цикл, начиная от посева гибридов, включая полные обработки. Осенью сушка, початка, лосистка, закладка семенного материала. А затем мы с января месяца в этом цехе производим семена для дальнейшей отправки потребителя». Гравитационный сепаратор отделяет пустое зерно от полного, распределяя каждое в отведённую для него ёмкость. А следующий агрегат делит семена кукурузы на фракции. И чем их больше, тем лучше, констатирует Олег Удовенко. Это позволяет равномерно распределить количество семян в мешки, а именно по 80 тысяч в каждой. Именно столько требуется агропроизводителю кукурузы на один гектар земли. Более 30% оборудования на заводе от российских производителей, рассказывает Олег Удовенко. «Из 70, половина, наверное, примерно сербского, остальное немецкое, датское оборудование. Но я думаю, что могут возникнуть трудности с запчастями оттуда. Но в принципе, в основном это подшипники и ремни, которые может производить Россия. Я думаю, проблем у нас не возникнет». Эти мешки с семенами уже готовы к отправке в Башкортостан, Татарстан и по Волжье. Агропроизводители этих регионов предпочитают семена машук. Летом на семенном заводе «Хаммер» начнется новая горячая пора. Приступят к производству семян озимой пшеницы и очменя, на которые также поступили большие заказы. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Сегодня в ауле Адыге-Хабле прошел траурный митинг, посвященный 21-й годовщине героической гибели офицеров Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии Сергея Ревенко и Валерия Бойко при предотвращении террористического акта. Подробнее в репортаже Карачаево-Черкесия. Акция «Минута молчания» – это скорби более погибших, солидарность с жертвами трагедий, протест против терроризма и надежда на то, что люди мира смогут не допускать разрастания этого преступного безумия – терроризм. Родственники, друзья, сослуживцы и жители ежегодно прибывают к мемориалу, к тому злосчастному месту, где все произошло. Они помнят и читают память погибших офицеров МВД Карачаева-Черкесии Валерия Петровича Бойко и Сергея Петровича Ревенко при предотвращении теракта на территории Адыге-Хабль. «Подошли к машине, которая была начинена взрывчаткой. Все, что они успели сделать, это отвезти остальных людей, сотрудников, кто был рядом с машиной, подальше от нее. И в 10.00 прогремел взрыв. Взрыв, который унес их жизни. Но который должен был прогреметь в другом населенном пункте, в городе Нинамыске. И унес бы гораздо больше жизней. Ценой своей жизни они предотвратили страшный террористический акт». В этот день, 24 марта 2001 года, ничего не подозревая, Сергей Ревенко и Валерий Бойко, как обычно, отправились на работу. Они тогда и не подозревали, что в последний раз видятся со своими родными. Остановив подозрительное транспортное средство и узнав, что оно начинено взрывчатым веществом, сотрудники правоохранительных органов принялись за свою работу. Сработал таймер. В разминировании этой машины погибли два офицера. Погибли без раздумий. Без колебаний. Отдавая жизнь ради других. Имен таких героев не перечесть. И их очень много. Не успели вот это все сделать. Начали разминировать. Вот это спасибо им, действительно, жить. Нас там было человек 20 возле этой машины. И вот Сергей Ревенко, вот я не знаю, что вот у него, он говорит, ну давайте отойдите на всякий случай. Ну или чувствовал, или что вот у него было такое. Ну я же у него еще спросил, что такое. Иди ты, говорит. А то я, наверное, тоже там же был бы. Говорит, надо, я тебе махну, ну и позову. Ну, стоим же, наблюдаем, как оно все идет. Потом раз, такой, типа, как металлический скрежет, что-то такое. И вот яркая вспышка такая, и все. За героизм и мужество указом Президиума Российской Федерации от 21 ноября 2001 года подполковник Сергей Петрович Ревенко и майор Валерий Петрович Бойко награждены Орденом Мужества посмертно. Корча Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Адыгихабль. В столице Карачаева, Черкесии к 77-летию победы приведут в порядок памятники и мемориалы воинской славы. В числе объектов – панно боевой славы, статуя солдата на мемориале Великой Отечественной войны, бюсты героев Советского Союза и России, пьедестал скульптуры неизвестного солдата в Парке Победы, мемориальный холм в Центральном парке, памятник освободителям Черкесска от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, будет обновлена триумфальная арка по улице Первомайской и пьедестал бюста Юрия Гагарина перед городским центром культурного развития. Настало время прогноза погоды. После продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии осадки дождь и мокрый снег, ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, в горах до 10 градусов мороза, а днем плюс 1-6, и местами минус 4-1, на дорогах гололедится. В Черкесске ночью мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 1-3, а днем 4-6 градусов выше нуля, ночью на дорогах гололедится. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели» для жителей Карачаева-Черкесии. При покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоу-цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 094 человека. Из них 43 190 выздоровели, 65 человек госпитализированы. Тепло рук. Долгожительницы из нашей республики скоро почувствуют военнослужащие, принимающие участие в военной спецоперации в Украине. Свои переживания и любовь вложила в связанные собственной рукой шерстяные носки Фаризат Магометовна Урусова. Наша героиня уверена, что шерстяные изделия непременно помогут нашим солдатам. Ахмад Халкечев продолжит. Для любого материнского сердца не могут быть чуждыми чувства родческих переживаний. Именно безмерное желание донести на наших военнослужащих, что их любят, гордятся и ждут обратно живыми и невредимыми. И побудило меня на этот жест моральной и материальной поддержки, рассказывает сама бабушка Фаризат. «Каждый день молю Всевышнего о скорейшем завершении этой операции. Ведь ни один народ на земле не заслуживает тяготи лишений войны. Всем хочется мирного неба над головой. Думаю, что наш президент принял это непростое решение, чтобы избежать ещё больше худшего кошмара, нежели то, что сейчас творится там. Ещё я прошу создателя дать побольше сил и терпения родителям тех, на чью долю выпало это испытание. Дай Аллах, что все те, кто уехали туда, защищать мирное население, подвергая себя опасности, вернулись живыми и здоровыми». До начала спецоперации в Украине Фаризат Магометов навязала носки только для своих – детей, внучат и правнуков. Благо, семья большая. Ну а сейчас спецы в умелых руках бабушки лихо пляшут в пользу нашей армии. Но никто из домашних на бабушку из-за этого не обижается. Все прекрасно понимают, что по-другому она и не поступила бы. «Она очень заботливая, я не удивилась тому, что она решила помочь нашим военным. Она смотрела новости и увидела то, что военным нашим, российским, было холодно. И решила посмотреть, остались ли у неё носки. Она вязала и отправила им тёплую одежду, носки, чтобы они там не замерзали». На данный момент Фаризат Магометовна, которая 81 год, уже отправила в зону спецоперации без малого полтысяч пар тёплых шерстяных носков, связанных вручную. С отправкой ей помогает старший сын Умар. Он, говоря о том, что же сподвигло его маму в столь почтенном возрасте поддержать наших военнослужащих своим непростым ручным трудом, приводит слова из известной всем песни «Нет в России семьи такой, где б не памятим был свой герой» и продолжает рассказ о душевной ране, которая никогда не заживёт. «Моя мать тоже чувствует вот эту боль общую боль, боль России, боль народа, которые отправляют на такую работу своих детей. Вот с этим она и начала. И она вспомнила своего племянника Магомеда Кочкарова, когда афганистанская война началась в 80-е годы. Он добровольцем пошёл, получил там тяжёлое ранение». Когда бабушка Фаризат сделала завязание с особым энтузиазмом, у неё быстро кончилась пряжа. Но, как нам поведал её сын Умар, уже нашлись неравнодушные к тому, что Фаризат Магомедовна делает. И в скором времени пообещали завести новую партию шерстяного материала для тёплых носков. Ахмат Халкевичев, Максим Долгов, Вести Карачаева Черкесия, Удзюгута. Сегодня завершается трёхдневный конный переход, посвящённый 100-летию Карачаева Черкесии. Мероприятие проводится правительством республики совместно с организацией Карачаев-Хорс. Маршрут пролегает через Малакарачаевский, Удзюгутинский, Зеленчукские районы, а финишировать всадники будут в Урубском районе, рассказал председатель Совета организации Карачаев-Хорс Рамазан Тамбиев. В переходе принимают участие около 130 всадников. Помимо этого, 26 марта в Урубском районе на территории Ранчо Уруб будет проходить выставка жеребцов, топ-20 по итогам перехода. Планируется проведение народных гуляний с участием творческих коллективов республики. Это все вести на сегодня. Развитие событий смотрите в наших ежедневных информационных выпусках. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин